Слова поздравления и неподдельная радость. Так сегодня встречают коллектив театра Кукол Акиет. Накануне в Москве они получили сразу три золотые маски. В России это самая высокая театральная премия. Мечта каждого актера теперь в руках Делюса Хузяхметова. Маску он получил за роль Иннокентия Платонова в спектакле «Авиатор». Замороженного человека в 20-х годах и который разморозился в 99-м году. Который ищет себя через новые какие-то запахи, ощущения, пытается вспомнить. То, что мы вот так приехали с большим хэт-триком, это, я не скажу удача, но большой труд и большой успех. Делюсь Хузяхметов! Театр Кукол Акиет победил сразу в трех номинациях. Кроме главной мужской роли, престижные награды, за работу режиссера и лучший спектакль. Спектакль «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина, современная русская проза. И мы постарались его перенести на сцену, как могли. Из оригинального у нас там ледяная кукла, настоящая ледяная кукла, которая тает во время спектакля в течение всего процесса. И, конечно, очень хорошая актерская работа. Рад поздравить! Муть Мухаджели! На историческую сцену театра Вахтангова накануне поднялись и камаловцы. Марина Марьянич получила маску в номинации «Лучшая работа художника по костюмам» в постановке «Муть Мухаджиры». Этот же спектакль стал лучшим в категории драмтеатр. Я сейчас скажу банальные слова, но это действительно так, это не моя, это победа наша общая. Поэтому я поздравляю всех, всех участников. К сожалению, не все находятся здесь. О том, что камаловцы получат маску, режиссер Фарид Бекчентаев догадывался еще до вручения награды. С вчерашнего дня мы ловили всевозможные знаки, которые должны обязательно нам что-то подсказывать. Но когда я сел в кресло, в котором сидел Евгений Вахтангов, это шестой ряд, тринадцатое место. Татарстан забрал и специальную шестую награду. Премию жюри за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя получил ТЮЗ за спектакль «Приключения Рустема». Шесть золотых масок мы еще раз на федеральном уровне продемонстрировали богатство нашей культуры, таланты наших артистов, режиссеров, театральных деятелей. Спектакли театра «Океат и ТЮЗа» появились благодаря федеральному проекту «Культура малой родины». Финансирование идет 50 на 50. Дальше, но большая часть это федеральных средств в рамках проекта. Этот проект был инициирован в 2017 году. За этот период уже более 200 постановок вошли в репертуар театров. Золотые маски в свое время также вручили Ментимеру Шаймиеву, режиссеру Камаловского театра Марселю Слемжанову, оперной диве Альбине Шагимуратовой. Награды есть у актера Рината Тазиддинова и танцора Нурбека Батуллы. Все маски розданы и в этот раз. Впереди у наших актеров новые роли, постановки, идеи и награды. Рамиль Галиулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.